Как по волшебству, к празднику преобразились представительницы прекрасного пола из Олисинского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Для них проблематичное посещение студий, занимающихся косметическим обслуживанием, но в рамках благотворительной акции «Подари красоту» желания вполне осуществимы. Какие услуги оказали подопечным мастера столицы, расскажет Светлана Джиева. Ухоженные красивые волосы, лицо и руки – визитная карточка любой женщины, убеждена 65-летняя Галина Иванова. Несмотря на пожилой возраст, она всегда следит за модными тенденциями. Стрижку, окрашивание и укладку доверяет лучшим мастерам. Рады и довольны, что пришли к нам мастера, наведут нам красоту. Мы будем в этот день самыми красивыми. Женщины дома-интерната в силу разных обстоятельств оказались в социальном учреждении. В этот день они в полной мере ощутили заботу, насладились своим отражением в зеркале и зарядились хорошим настроением. Сразу другое настроение и как-то себя более чувствуешь по-другому уже. Полезно, хотя бы раз, вот такие праздники устраивают нам. Все у нас красивые. Хорошо, что приехала партмахерская сюда и нас всех разукрасила. У нас праздник не пройдет. Работники листинских салонов красоты учли все предпочтения клиенток. Новомодные стрижки, безупречный маникюр и теплое общение. Все для того, чтобы на лицах женщин засияли улыбки. Все факторы учатым возрастную структуру волоса, положение волос. Вообще, какая сама по себе женщина по харизме, энергии. Подчеркнуть ее индивидуальность, раскрыть ее внутреннюю красоту. В проектах сообщества я организовала свою группу «Дари добро и красоту». И раз в месяц мы приезжаем, оказываем такую услугу. Хочу предложить всем парикмахерам нашего города присоединиться ко мне и также участвовать. У них энергетика очень мощная. Они все ждут весну, тепла. У них хорошее настроение, довольны. Работать очень легко, несмотря на возраст. Какой бы ни была женщина, где бы она ни жила, она всегда стремится быть неотразимой, говорит директор дома-интерната Александр Команжаев. Он уже не первый год дарит женщинам не только преображение, но и праздничные угощения, а также концертную программу. На сегодняшний день у нас проживает 160 человек, из них 45 женщин. Мы непременно, конечно, подобные традиции, к 8 марта делаем праздник. Сегодня праздник у девчат, наших девчат. Мужчины наши также готовятся, мужчины-подопечные, которые проживают. Сегодня они подготовили цветовое... Да, будет поздравление. Для меня самому некий секрет. Они готовят сюрприз, поздравление. Конечно, будут все наряжены, будут сегодня цветы, будут подарки. Акция стала уже доброй традицией. И с каждым годом к ней присоединяется все больше салонов красоты. А подопечные дома-интерната с нетерпением ждут праздника, чтобы окунуться в приятные хлопоты. Светлана Аджиева, Владимир Цуглинов, информационная программа «День республики». Продолжение следует...